Ой, паночка наша шаблюка, с бусурманом застревалася и на разные два целувалась. Всем привет, дорогие друзья! Как вы уже поняли, сегодняшняя тема будет посвящена казацкой сабле. Оставайтесь с нами. В позднем средневековье Восточной Европы меч, как разновидность холодного обоюдоострого оружия, был замещен с саблей. Показательно, что в казацкие времена 15-18 века сабля взяла на себя не только специфические военные функции меча, но и его древнюю сакральную символику. Что же касается отношения украинских казаков к сабле, оно очень похоже на отношение немецких славянских воинов, европейского рыцарства к своему мечу. Это свято. Я бы даже приравнял японских самураев. Отношение самураев к своему мечу было очень похоже на отношение казаков к сабле. Как отмечал выдающийся историк Дмитрий Иванович Яворониский, сабля ассоциировалась со столь необходимым оружием для казака. В казацких песнях она ласково называется и воспевается шаблою сестрицей, ненькою-ридненькою, дружиною-паночкою. Ой, паночка наша шаблюка с бусурманом застревалася и не раз, не два целувалася. Вот такие вот интересные факты, друзья. Отношение казаков к сабле как к женщине крайне архаичное. И унаследованное оно от предков связано с традициями мужских военных общин, куда женщинам доступ был строго-настрого запрещен. Эта тенденция в той или иной степени отразилась в раннерыцарских средневековых братствах, западноевропейских рыцарских монашеских орденах, ну и в специфическом устройстве самой Запорожской сечи. Что это такое? Шабля. Эй, Павле, это не шабля. Это жиночка твоя родная. А женку нужно в руках тримать, потому что она до наших рук потрапит. А, братовая? Выдающийся историк Дмитрий Иванович Явороницкий утверждал, что как истинный рыцарь, казак-запорожец предпочитал сабли пред любым другим оружием, особенно ружьем, облагораживая ее характеристикой честного оружия. Как честное оружие ее следовало применять против честных воинов. Это, опять же, очень похоже на японских самураев, не правда ли? В течение освободительной войны середины 17 века казацкая сабля приобретает в Украине прерогативы принадлежности к благородно-рыцарскому казацкому сословию, набирая символики победы над врагом. И именно сабля становится гарантом казацкой государственности. Иван Евстафович Выговский, украинский военный деятель и гетман войска Запорожского при встрече с иностранным послом говорил вот такие вот слова. Как московский царь в своей земле царь, так и гетман Богдан Хмельницкий в своем краю князь и король, потому что он край свой саблею получил и от ига освободил. Вот такая вот, друзья, история. В 18 веке сабля была распространена среди казачества и была очень популярна среди казацкой старшины. Как сообщает историк Аполлон Александрович Скальковский, казаки-запорожцы любили во время больших церковных торжеств, особенно в день крещения, Пасхи, Богоявления, Покровы, собираться со всех куреней ближайших селений, верхом, пешком приходили и приезжали, при всем своем вооружении, в самых дорогих своих одеяниях, в сечевой церкви, чтобы послушать праздничную божественную литургию. При чтении Святого Евангелия на божественной литургии казаки немножко вынимали свои сабли из ножен. Это было сделано в знак того, что казаки готовы защищать веру православную до последней капли крови. В течение таких религиозных праздников и освещалось казацкое оружие, в том числе и казацкие сабли, на борьбу с врагом-супостатом. Это было неопровержимым доказательством того, что казаки-запорожцы всегда считали себя христовым воинством и защитниками христианской православной веры и земли нашей Украины. Цикаво, что на деяких запорожских иконах были намальовані казаки. Так, на иконе, написанной на початку 70-х роков 18-го столеття, зображена Богородица, обабичь, от которой стоят Святий Микола и архистратих Михаил. Под ними намальовані дві группы казаков, среди которых кошевый отаман Петро Калнишевский и військовый писар Иван Глоба. З уст кошевого отамана, который подвез голову до Богородицы, выходят слова Молим, покрий нас чесным твоим покровом и позбав нас від всякого зла. Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам сегодняшний выпуск понравился. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте и, как говорится, далі буде. Всем мир!